Всем привет! Вы на канале Вкуснейшем с Ланой и Ланами. Сегодня для вас я хочу приготовить очень вкусный, сочный капустный рулет с фаршем и грибами. Готовится он очень легко и просто, требует немного времени и немного ингредиентов. Все ингредиенты, их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала необходимо снять капустные листья с капусты. Это можно сделать двумя способами. Отваривая капусту, все вы знаете этот способ, а второй способ это использовать микроволновку. Я капустные листья снимала при помощи микроволновки, а как я это делаю, видео есть на втором канале. Заходите и смотрите. У капустных листьев необходимо срезать толстые жилки. Вот так. Берем грибы-шампиньоны и нарезаем их мелко. Грибы я подготовила. На предварительно разогретую сковородку наливаем растительное масло. Добавляем на сковородку грибы и обжариваем до золотистого цвета. Грибы у меня готовы. Грибы снимаем с плиты и даем им слегка остыть. Далее нарезаем мелко зелень укропа. И подготовим начинку для рулета. Берем фарш. Фарш можно брать любой. В фарш добавляем лук. Я его измельчила при помощи блендера. Обжаренные грибы. Мелко резанный укроп. Черный молотый перец по вкусу. И обязательно солим по вкусу. И все хорошо, очень тщательно перемешиваем. И в итоге у меня получилась вот такая сочная и ароматная начинка для рулета. Далее берем капустные листья и формируем основу для рулета. Вот таким образом. Сверху распределяем начинку. Начинку я распределила и теперь с двух сторон аккуратненько заворачиваем капустные листья. Вот так прижимаем и заворачиваем все это в рулет. В итоге получился у меня вот такой большой капустный рулет. Далее берем форму для запекания и делаем подушку из лука. Лук я порезала тонкими полукольцами. Сверху я помещаю капустный рулет. Мелким кубиком нарезаем помидоры. Помидоры распределяем по краям рулета с двух сторон. Сверху капустный рулет я посыпала немного черным молотым перцем, а помидоры с солью. Теперь рулет я отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 200 градусов на 40 минут. Первые 20 минут я буду запекать. Обязательно рулет буду накрывать фольгой. Как 20 минут пройдут, фольгу я сниму. Прошло 20 минут и сейчас при помощи силиконовой кисточки рулет очень хорошо смазываю сметаной. И отправляю опять в духовку примерно на 20-25 минут. Готовый рулет выкладываем на тарелку, посыпаем мелкорезанной зеленью укропа, нарезаем порционно и подаем к столу. Он получается сочный, мягкий и очень аппетитный. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также заходите в группы и подписывайтесь на мой второй канал. Всем пока-пока, готовьте с любовью.